Евангелие от Матфея, Нагорная проповедь, 5 глава, стихи 29-30. Я прочитаю синодальный перевод. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Ну и что, много христиан ходят без правого глаза, без правой руки. Некоторые есть, но это результат несчастных случаев или болезней, правда? Некоторые понимают это буквально, но почему-то в христианском мире к ним какое-то отношение такое настороженное. Вот есть секта скопцов, например. Люди, которые отсекают себе половые органы. Женщинам тоже, кстати, делают иногда в этой секте соответствующие операции. Ну, для того, чтобы лишить себя физической возможности разврата, блуда и так далее. Но как-то это не прижилось. И вот считается, что все-таки это неправильно. Или, скажем, есть такое предание, неизвестно, насколько достоверное, об одном из богословов в древности Оригене. Вроде бы он это тоже сделал собой по тем же самым причинам. Отсек, ну, правда, не совсем руку или глаз, но орган, который тоже, вот, скажем так, может соблазнять человека. Ну, хорошо, издавна, в общем-то, с самого начала, наверное, эти строки понимались в переносном смысле. То есть, вот, насколько же важно бороться с грехом. Вот нет ничего дороже, чем победа над грехом, даже твое собственное тело. Вряд ли кто из нас хочет лишиться глаза или руки. Да, это, наверное, гораздо страшнее, чем лишиться, не знаю, там, всего имущества дома там или чего-то еще. Но даже этого не пожалей. И возникает такое аллегорическое толкование, что человек в своей целостности, вот, как бы не подходит для Царства Небесного. Вот он должен себя изувечить, искалечить, изуродовать для того, чтобы в него войти. Так, а что, прям совсем в контексте мы ничего не хотим прочесть? Пятая глава, с чего начинается? Соблаженный, нищий духом, плачущий, кроткий, алчущий. Вы соль земли, вы свет миру, продолжается она дальше. А не давайте вы себя поуродуйте, руки-ноги себе поотрубайте, глаза поврывайте, тогда, может, еще и войдете в Царство Небесное, да? Совсем этого нет. Противоречие. То есть, получается, что вот это такое прекрасное толкование, вот такое очень хорошее, то есть расстанься с частью себя, с частью, которая провоцирует себя на грех. Вот как она согласуется с тем, что в самом начале людям даются такие огромные обещания? А, может быть, они им даются как бы в расчете на то, что они все-таки это сделают, что от греха они откажутся, что отбросят они от себя эту самую метафорическую руку, метафорический глаз, то есть вот расстанутся со своей там самостью, гордостью, там, с какими-то своими разными вожделениями. И есть люди, которые идут по этому пути, всегда ли им это удается? А борьба со страстями, как это называется в христианской аскетике, попытка, в общем-то, себя переделать. Не знаю, мне кажется, трудно это оценить, особенно про другого человека, а про себя вроде как особых успехов не замечаешь. И тогда получается, что вот все это высоль земли, высвет миру, блаженно нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, обесценено вот этим. Вы же не отбросили. Вам в гиену огненную, вообще-то, дорогие мои, а не в Царство Небесное. А то, что вам с самого начала сказано, это все не про вас, это про каких-то других людей. Еще не все сложного. Что идет до того? Вы слышали, что сказано древним непрелюбодействуя. Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Если же правый глаз, а прелюбодействовал, прелюбодействовал, и это как, это тоже надо понимать аллегорически, да, то есть буквально правый глаз вырывать не надо, и прелюбодействовал тоже надо понимать аллегорически, то есть на самом деле, если переспал с ней, в буквальном смысле слова, это не про это. И дальше про развод. Кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать и так далее. А и это, что ли, надо понимать фигурально, аллегорически, То есть Христос запрещает прелюбодеяние, Христос запрещает развод. И всё это мы понимаем аллегорически, да? А тогда почему мы руку понимаем аллегорически, а то, что до неё и то, что после неё, в прямом смысле? Вот как-то так неудобно получается, да? Берём текст и говорим, знаете, вот это аллегорически, это мы не исполняем, ну, как бы, да, красиво сказано, но не для нас. А это уж, извольте, буквально. Кстати, в истории христианской церкви действительно правила о разводе, особенно в западной, католической, потом протестантской, они были чудовищно жёсткими, да и в Российской империи до революции. И из этого вытекали очень многие проблемы, потому что люди, у которых, ну, действительно, брак не сложился, им, в общем-то, было крайне трудно развестись, и из-за этого возникали всякие такие фиктивные разводы, когда либо объявлялось, что брак с самого начала не был состоявшимся, потому что они там родня в седьмом поколении, всегда можно найти родственников в седьмом поколении, нарисовать, если они находятся, да, или что вот ещё какие-то были причины, которые делают этот брак изначально недействительным. Ну, а если человек такой могучий, властный, жену-то можно и в монастырь сослать, она приняла монашеский обед, от всего отреклась, хоп, и я свободен. Любимая забава некоторых правителей, некоторых стран уж не будут токать пальцем. И получается, что вот этот запрет, жёсткий запретный развод порождает как раз, ну, насилие в отношении этих самых женщин, которых насильно постригают в монахини, или с которыми аннулируют брак, хотя этот брак какое-то время явно был настоящим, да, тогда получается, что и заповедь о разводе нельзя понимать буквально. Интересно. Ну, на самом деле, в современном мире примерно так и происходит, потому что, в общем-то, разводы — это довольно частая история. Среди людей церковных, кстати, тоже, абсолютно. Ну, тогда вообще вся Нагорная проповедь поехала, да, вот в аллегории, это как бы не для нас сказано, это вот есть такие святые люди, старцы-отшельники, вот для них они всё это исполняют, а у нас тут всё своё, у нас всё по-другому, давайте к нам не лезьте с этой всей своей вашей строгостью, да. Ох, это тоже мне как-то очень кажется неправильным толкованием, да. Вы свет земли, вы соль миру, вы идеал. Как живёт идеал? Идеал даже слов «дурак» не говорит своему ближнему. Идеал на женщину не смотрит никогда с вожделением. А что вот, дорогие мужчины, это возможно, простите, в течение своей жизни ни разу не отметит красоту женщины, которая не является твоей женой и не проскочила, чтобы никакая мыслишка? По-моему, нет. Уж не знаю, как у женщин устроено, у мужчин, мне кажется, точно нет. Вот смотрите, описана идеальная ситуация. И в Нагорной проповеди Христос сначала ставит людей на очень-очень высокий постамент «Вы свет земли, вы соль миру, вы соль земли». А потом он говорит, но и требования к соли и свету огромные. Вот такие, что ни одной грязной мысли, вот такие, что лучше глаз свой вырвать, чем посмотреть криво, вот такие, что разводиться нельзя, вот такие, что называть дураком нельзя, что клясться нельзя. И есть, кстати, и тут целая история толкования. Есть такие христиане, которые не клянутся, например, присягу не дают. Ну, скажешь, нужно, не клянись. Вот воинская присяга, разновидность клятвы, и нельзя клясться. Злому не надо противостоять. Подставить нужно левую щеку, когда ударили по правой, да? Так не живут люди. Опять-таки, святые старцы-отшельники, да тоже не всегда. Должны ли они так жить в качестве вот какого-то задания самого первого для христиан? Я бы не мог их заставлять это делать. И практика, скажем, разводов, которые были строго запрещены в Средневековье, мне кажется, скорее показывает, что попытка навязать это в качестве вообще обязательного правила, ну, она скорее ведет к плохим последствиям, чем к хорошим, да? А уж если кто-то начнет требовать, чтобы глаз вырывали и руки отрубали сами себе, то это будет прям совсем изуверство. Но, между прочим, если же правый твой глаз соблажняет тебя, вырвив его и бросит от себя, а левый можно, если правая рука, а левая можно, если ударили по правой щеке, обратить другую, а если по левой, то не надо. Странная какая-то логика, да? Почему все время правый, правый и другой, 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 да? А правая сторона, ну, и в русском языке, и в языке библейском, будь то греческий или еврит, безусловно, обозначает что-то хорошее. Наше дело правое, в отличие от левого дела, которое означает что-то такое не очень чистое, не очень честное, простите, грязное скорее, сходить налево, кстати, оборот как раз о том, что запрещается в этих заповедях. И вот получается, что даже если самое-самое правильное в тебе приводит тебя ко греху, то откажись от этого праведного. Интересно, я вижу здесь явную параллель с нищими духом, с которых начинается нагорная проповедь. А как обнищать? Мы отдельно это разбираем, конечно, 5-3, это отдельный очень большой разговор о духовной нищете. А как обнищать? Как стать этим самым кротким, плачущим, молчущим? Как лишиться всего? Это не очень получается. Вот отсечь правую руку, вырыть правый глаз, лучшую руку, лучший глаз. Невозможно. Вот не выходит этого человека. И, может быть, как раз в этой части нагорной проповеди задается то трагическое несоответствие, ответом на которое служит все Евангелие. Человек не вытягивает. Вот есть некие нормы. Если бы мы все так жили, Царство Божие было бы здесь сейчас. Вот полностью, в своем чистом непосредственном виде. Но мы так не живем. И надо что-то делать. Вот, собственно, для этого приходит Христос. И прежде чем это сделать, прежде чем зайти на Голгофу, мне кажется, он показывает нам, что такое этот самый закон. Не просто набор правил, что делать, чего не делать, а некоторые невероятно высокие ожидания по отношению к человеку. Вот эти самые образы правого глаза и правой руки, они, может быть, показывают это в наивысшей степени. Но не протився злому, люби врага, не называй никого безумным. Разве это не настолько же неисполнимые требования? И, может быть, в этом смысле ключевое место, оно про руку и про глаз, не про то, что вот это не соблюдается в прямом смысле слова, а все остальное должно, а скорее про то, что и это мы должны были бы соблюдать, в прямом смысле слова, просто у нас не получается. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok